Служба безопасности может приносить реальную пользу бизнесу, а не только держать и не пускать. Владимир Качанов, практикующий эксперт в области создания и повышения эффективности служб безопасности. Друзья, вопросы сегодня можно задавать или в чате, или кто хочет, может, так сказать, мне помахать рукой, там должна быть кнопочка такая, и я включу его в эфир, то есть можно будет пообщаться. Сегодня стрим такой по-домашнему, если честно, такое ощущение, знаете, что вот когда провожу стримы, либо прихожу в чат канала, как будто вот откуда-то вернулся домой, да, вот к друзьям, там в какую-то тусовку такую близкую зашел, и, значит, там нахожусь, как, ну, к друзьям в какой-то клуб пришел, то есть вот там привет, привет, как дела? Вот, не знаю, такое ощущение, может быть, потому что с каналом сроднился уже. Пообщаться хотел сегодня вот на какие темы, ну, такие тоже, я же без анонсов сегодня делаю, то есть я не анонсировал ни в Инстаграм, ни ВКонтакте, нигде, 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 просто на канале, и поэтому пообщаться в такой спокойной, свободной манере, без гостей, без интервью, без официоза, без каких-то вопросов таких вот своеобразных, вот, поэтому так чисто по-домашнему. Значит, что хотел обсудить? Недавно в чате канала мы тут обсуждали, есть Виталий, значит, тоже подписчик, но почему-то его сейчас я не вижу, его нет. Вот это не очень хорошо, Виталий, это тебе вот как бы ай-яй-яй. Он рассказывает, рассказал про супругу, небольшое видео он записал, не вопрос, а свои комментарии он записал в чате канала. Значит, рассказывает, пришла супруга в магазин Пятерочка, вот, пока шла в магазин Пятерочка, зашла куда-то, и до этого, то есть до посещения магазина Пятерочка, купила какой-то горошек там, еще что-то такое, и зашла в магазин уже с покупками, походила, что-то себе взяла, и подходит к ней охранник и говорит, значит, уважаемая, вы совершаете хищение, у вас здесь вот продукция, за которую вы не заплатили, вот, это вот у Виталия такой вопрос был, то есть даже не вопрос, а комментарий. Он говорит, то есть я бы, конечно, этого охранника там ух, вот, но разобрались, супруга разобралась, вот, и я говорю, слушай, ну, на самом деле, как бы, ты поступил не совсем, вот, лично, на мой взгляд, да, не совсем правильно. Почему? Ну, потому что, условно, да, вот, у него супруга поговорила с охранником, ушла, потом он сам пришел этому охраннику и объяснил, и как бы все, инцидент исчерпан. Но на самом деле этот инцидент нифига не исчерпан. Почему? Потому что в следующий раз попадется более слабый человек, у которого, допустим, нет супруга, да, либо пенсионерка, либо еще кто-то, то есть морально более слабый, то есть, ну, не молодой рьяный, да, не молодая, там, так скажем, супруга моего подписчика, вот, а, ну, что-то, кто-то послабже. И что получится? Охранник что сделает? То есть он, ну, наедет, условно, и, может быть, заставит, а, может быть, дождется вызова полиции, а, может быть, он и не будет полицию вызывать, а каким-то образом попытается компенсировать. Мы все знаем, что есть такие моменты, когда охранники превышают свои полномочия и пытаются таким образом заработать. Это особенно, как бы, касается Москвы, там, ребят приглашают в охрану, они считают, что, как бы, это их вот овцы, и надо их доить, те, кто пытаются украсть, а ведь она не пыталась украсть. Я бы, конечно, на его месте поступил немножко по-другому, то есть, ну, однозначно, ну, если интересно, могу рассказать, как бы я поступил, и такое уже было, я бы сказал, давай вызывай полицию и будем разговаривать. То есть у охранника есть все полномочия проверить, совершал я кражу или нет, особенно в магазинах «Пятерочка», там есть видеонаблюдение всякое разное. То есть он мог спокойно дождаться там или пригласить заместителя директора магазина, вот, или директора магазина. А вот и Виталий, кстати, появился. Отличный Виталий, привет. Как раз рассказываю твой кейс. К нам добавился еще Саша Рудков. Привет. Вот. Виталий, жалко, что ты припозднился. Я рассказал про твою супругу, как она ходила в магазин. Вот. Андрей, приветствую. Вот. И я уже рассказываю, что бы я сделал, например, да, то есть я бы сказал, давай, либо вызывай полицию, либо приноси мне извинения, потому что я не воровал. Вот. А если бы он вызвал полицию, то есть что у нас получается? Это ложное обвинение. Доказать то, что я не украл, это легко. По видеонаблюдению все это есть. Вот. Так, секунду. А, показалось, что вопросы. Вот. Таким вот образом я поступил. Для чего это нужно? Для того, чтобы охранник, да, он не просто отбывал свое время на магазине. Да, если уж он работает, если уж он подошел к покупателю, обвиняет его в чем-то, будь любезен, докажи. То есть тебе не просто так деньги плавятся за то, что ты подходишь, на всех набрасываешься. Вот. И таким образом, то есть идет воспитание, процесс, даже не то, что воспитание, а процесс выработки правильных бизнес-процессов в той же самой охране. То есть наказал ты охранника, да, таким вот образом. То есть вызвали его старшего, например, написали жалобу в прокуратуру или там на лишение лицензии. И в следующий раз охранник будет вести себя по-другому. Он будет думать, прежде чем что-то сделать. То есть перепроверься. А так вот, ну, недалеко до ложных обвинений. Друзья, что вы об этом думаете? Виталий, прокомментируй что-нибудь, расскажи про этот случай. Да, 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 да. Вопросы и мнения здесь пишем. Если есть желание, могу включить, достаточно поднять руку. О, Юрич, ты поднял руку, сейчас тебя включу. Андрей? Говори. Слышно? Да, слышно. Слышно. Да, коллеги, только что, к сожалению, не слышал все с самого начала. Но суть идет, как понял, о задержании охранника. Владимир, я хотел бы добавить, что, к сожалению, у нас, как ты сам знаешь прекрасно, часто не обходится просто ложным обвинением, а применяется еще физическая сила. Правильно? Так что тут может статья быть не только за ложное обвинение, а и превышение полномочий, нанесение интересных повреждений. А это уже серьезно. Плюс репутационные потери компании. Когда у нас эти ролики начинают расходиться по сети, сколько их было, да? То в пятерочке, то в магните кого-то месяц. Гораздо больше ущерб. Поэтому, наверное, действительно достаточно серьезный такой. Да, Андрей, спасибо. Ну, на самом деле, ты прав. Вот. И здесь однозначно могут быть и другие составы, и охранники, как правило, не ограничиваются этим, потому что если видишь, что... Ну, это уже психология человека. Если видишь, что человек под ними прогибается, то есть они пытаются нажать и так далее, и так далее. А это уже заканчивается более серьезными составами. Это репутационные потери. Мы все помним, ребят, я все-таки вот эту вот историю не могу забыть, как с магнитом получилось, да? Вот почему она у меня засела, эта история. Как раз потому, что я, по-моему, в тот момент работал, и у меня моя теща сказала, я не пойду больше в магнит, я боюсь, что меня там убьют. Почему? Потому что бабушка там шла, купила что-то из себя, что-то положила в сумку, забывчивый покупатель. И как бы этот случай резонанс. То есть, ну, естественно, как это у нас принято, наши партнеры, да, то есть партнеры у магнита пятерочка и так далее, то есть они этим воспользовались, этим воспользовались центральные телеканалы. И этот случай стал резонансным, и я так полагаю, что даже цена акций немножечко упала на магнит. Поэтому как бы Галецкому было сделано предложение одной из, да, то есть что ценнички-то немножечко на акции, как бы у него компания-то подешевше ушла. Так, друзья, есть уже вопросы. Одну секунду. Ну, Виталий. Виталий, давай я тебе слово дам. Скажешь? Говори. Удобно? Ай, ай-яй-яй, вах-вах-вах. Ладно, понял. Сейчас зачитаю тогда твой вопрос. Значит, часто встает вопрос о различных рычагах давления на персонал, нюансах в трудовом договоре, КПА и так далее. Возможно, какие-то баллы, которые влияют на оклад. Касательно кейса с претензией за кражу. Я получил извинения, на этом удовлетворился. При повторном визите проблем более не было. Могу сказать, вот в ЧОПе, в Меркьюри, это уже реклама, работы инструктажей явно никаких нет. Слушай, на самом деле, как бы, здесь ведь что получается? Я не сказал закошмарить, да, этот ЧОП. Ну, этого не нужно было делать. Но, на самом деле, ведь, что мы видим вот из этого кейса, что можно подчеркнуть? То, что работа с самим охранником не проводилась. То есть, у нас вот, что самое главное, да. Чтобы она проявилась, смотри. Ну, вот это, на мой взгляд, да, как бы, не знаю, ребята из ЧОП у нас есть, однозначно, и не только в чате, а вообще, ну, вот, на канале есть, а точно знаем, мы с ними коммуницируем очень хорошо. Они могут меня поправить. На самом деле, все доходит, это как в армии. Либо через, как сказать, через физическое внушение, да, либо через ноги. В данном случае, вот у тебя какая штука была. Ведь, на самом деле, вы просто затихарили этот процесс, вот, на самой низовой, как бы, на самой низовой стадии. То есть, самим ЧОПовцам, самим охранником. Что у него будет? Давай я тебе нарисую картинку. Человек сегодня отработал, выдохнул, значит, на завтра, а через три дня он уже забудет про это и заново повторится. Потому что ты не довел, вот эту проблему не довел до его руководителей. И они не приняли это к сведению. Они не знают, что это такое. То есть, это страна непуганных идиотов. Я сейчас не про ЧОП, а вообще. То есть, если их не напугали, если как следует это не прилетело каким-то образом, да, я не говорю, что лишать лицензии, нет. Я говорю, чтобы они провели работу и поняли, что надо работать в таком случае. То есть, что надо проводить инструктаж вот так вот, пусть доходит через ноги. До них это не дошло. И в следующий раз тот, кто пойдет, да, уже, ведь, смотри, в чем. Я как-то приводил пример по поводу коррупции, да, то есть, там, делал из пластика такую фигурку и показывал. Вот если мы будем влиять на низовой элемент, условно, на линейный персонал, ты можешь искричаться. Но ты в лучшем случае оповестишь о какой-то проблеме, там, 5-10 человек, 15 человек. А если ты будешь выходить на более, более компетентное звено, вот, вот тогда ты сделаешь, там, 100 человек, 150 человек, они поменяют бизнес-процесс, и вот тогда вероятность совершения еще раз такого случая, она будет стремиться к нулю. Вот в чем проблема. Даже не проблема, а вот в чем, ну, лайфхак, что ли, можно так сказать, не знаю. Вот, то есть, не обязательно было кошмарить и писать заявление в прокуратуру, но надо было выйти на руководителя и объяснить им, то есть, ведь на самом деле это благо. Вот в спорте, да, многие здесь спортсмены, как бы, в спорте, ты же понимаешь прекрасно, когда ты отхватываешь, у тебя, значит, рука где-то не там, то есть, ну, тебе прилетает, значит, тебе надо поднимать ее. Ну, как бы, это все тренировки, это все через физические ощущения. Поэтому, а вот лично я, например, таким образом поступаю. То есть, я не довожу, ну, стараюсь не доводить, если меня не обидели или если там, ну, не оскорбили, я стараюсь не доводить до конца, вот, но до руководства я дойду. То есть, я объясню им, где их ошибка. Вот, ошибка или там, ну, может быть, невыполнение бизнес-процесса. То есть, ну, я отношусь к этому так. Мы же пытаемся поменять, допустим, ну, одно из предназначений человека – поменять мир к лучшему, ну, на мой взгляд. Так, друзья, еще какие-то вопросы есть вроде. Ну, Саша Рудков. Да, в принципе, проведение инструктажа, обучение сотрудникам – ничего, большая редкость. Что, по сути, сводит целесообразность этой структуры к нулю. Я согласен со всем сказанным. Я бы сказал, что отсутствие на полке с контактами директора магазина и так далее, процессы трудняют контактов старшего смены ЧОПа. Вот смотри. Одно из моих, кстати, сейчас вот обещал, да, расскажу прикольный случай. Как-то ребята в чате меня развели, мне пришлось рассказать им про одного гения из Костромы, из несовершеннолетнего. А здесь я расскажу, я Андрей, кстати, свидетель этого. Я только встал на должность и сказал, ребята, в каждом магазине должны быть телефоны, в том числе и мой сотовый. Каким образом? То есть территориальный менеджер по безопасности, значит, потом идет этот самый, господи, ТМБ, региональный менеджер по безопасности и я. Вот эти три телефона должны быть в каждом магазине. Что делают ребята? То есть они, ну, явно не умышленно, но с прицелом. То есть они поставили таким образом, что мой телефон был первым. Представьте ситуацию. Ну, там 1500 магазинов на тот момент или там 1300. Я не помню как бы число. И вероятность такова, что мне все равно позвонят. А учитывая, что парни исполнительные, мне позвонили. И мне позвонили там, я не помню, в 5 утра там где-то. Ну, вот, короче, в такое время. Я спросу, я понять не могу. И мне как посыпали звонки. Я думаю, да что ж такое-то. Я говорю, а вы откуда? И мы вот там из Ивановской области или там из Архангельской области и так далее. У меня глаза такие. Я, конечно, скипел сначала, а потом думаю, ребята, ведь как бы я сам виноват-то. Я же четко не дал как бы указаний, как это сделать. Да, ребята сказали, окей, ты хочешь, пожалуйста, вот твой телефон, РМБ, ТМБ. Наоборот. И вот такие ситуации они на самом деле спасают, даже бизнес спасают иногда. Почему? Потому что в случае, если какой-то контакт не сработал, всегда можно выйти на руководителя выше. И в данном случае, если у меня недорабатывало ТМБ, любой человек мог выйти на региональный менеджер по безопасности. Ну, не человек, в смысле, из персонала. Если недорабатывал региональный менеджер по безопасности, они могли выйти как бы уже на меня. И вот это было интересно. Было несколько случаев, когда напрямую мне звонили и говорили, Владимир Викторович, у вас тут вот проблемы. И было интересно их решать. Причем ни разу, вот ни разу я заметил, почему мне нравилась команда та, в которой мы работали. Ни разу не было умышленного какого-то, ну, умышленных косяков, то есть, чтобы вот сделать там, либо заработать там как-то, да, налево там вот от лица СБ. Если и были проколы, то они были неумышленные. Мне это нравилось. То есть, там команда была, мы такую команду сделали очень хорошую. Вот. Это что касается телефонов и связи. И, так, ребят, тут у нас еще вопросы. Я не закончил мысли, я сейчас закончу, потом вернусь к вопросам. Вот. И что касается вот обратной связи, почему она нужна, почему это важно. Действительно, если бы был телефон, я вот не знаю, я удивлен, в пятерке вроде это очень-очень приветствуется, чтобы были телефоны обратной связи. Там везде есть телефон супервайзера, насколько я, ну, если я не ошибаюсь. А я хотя могу ошибаться, потому что там уже как-то перетрубации определенные прошли. Вот. Но на тот момент были телефоны супервайзера, то есть, можно было позвонить супервайзеру. И еще в пятерке, несмотря на что, мне очень нравится, что там была горячая линия. Вот. Если что-то случается в любом из регионов, ты мог оставить заявку по горячей линии. Что это значит? Это значит, заявка попадает в такую структуру, которая мне не подчиняется, которая подчиняется непосредственно корпоративному центру. И корпоративный центр уже сверху, через руководителей моих, мне присылает. Ну, так как я, так сказать, работал на дивизионах. И тогда я вынужден был уже проверять, какие факты там были. Вот интересная, кстати, особенность. И вот я бизнесу, ну, рекомендую такую, сделать такую ветку обратной связи, как горячая линия. Потому что безопасники, они тоже люди, вот. Да все люди, в общем-то, со своими слабостями. И безопасники тоже люди. И стараются тоже некоторые зашкериться, не отработать или послать кого-то нахрен, чтобы там не перерабатывать. И вот это мне очень хорошо. А горячая линия позволяет держать в тонусе, в том числе и руководителей линейного персонала, и меня в том числе в тонусе. То есть, как бы, что такое, если у меня там 2-3 косяка от моих людей, это значит, я ничего не делаю. То есть, ну, как бы, за что мне деньги платятся. Вот. Так, к вопросам. Павел. Охранник не прав только в том, что он обвинен в краже. Если это было реально. Когда совершается кража? Когда человек с товаром выходит в заказ своего пространства с неоплаченным товаром? Какие действия охранника? Конечно, он обращается к человеку, задает вопросы. Требует показать чек, и все это в рамках... Ой. Так, слетело. Чек, и все это в рамках закона. Может, он ошибиться? Может, может. Можно разобраться в рамках магазина? Можно. Также, чтобы не создавать подобных ситуаций, надо оставлять вещи и товар в специальных ящиках. Павел. Ну, несомненно, ты прав. Это однозначно. Вот. Конечно, надо оставлять вещи в камерах хранения. Но если в магазине нет камер хранения? Это раз. Второе. Давай так. У нас есть так называемая презумпция невиновности. Правильно? Ты же со мной согласен. Мы же с тобой юристы, судя по тому, что, как бы, по комментариям. И до этого тоже ты мне на законы, как бы, уповал. Так вот. Если у нас презумпция невиновности, на каком основании охранник будет подходить и говорить, что вы украли? Не на каком. Ты докажи. Если ты подменяешь собой полицейскую структуру, если задаешь такие вопросы, будь любезен, как бы, ну, соблюдай весь процесс. Уголовно-процессуальный кодекс, если уж на то пошло. Ну, вот. То есть, докажи, что я украл. Вот. И потом, на самом деле, у охранника были все полномочия и все возможности, чтобы подойти, проверить по камерам. То есть, не обвинять человека просто так. И уж потом, давай уж на чистоту. Если уж ты обвинил человека, так будь любезен, дойди до конца. Если ты уверен, что он украл, а то какая-то ерунда получается. То есть, ко мне подходят и говорят, вы украли. Я говорю, нет. Он говорит, вы украли. Я говорю, нет. Дальше-то что? То есть, ну, вызывай полицию, если уж на то пошло. Вот если бы он полицию вызвал, тогда бы там вообще другой разговор был бы. Я больше чем уверен. А так вот обвинять человека, нет. Меня, кстати, бесит, на самом деле, когда еще за мной по... Ну, бывает, я не только в костюме хожу, да, но еще бывает в спортивном костюме, в капюшоне и в бейсболке. Вот, и когда заходишь в магазин, и охранник, так сказать, начинает только за тобой пасти. Ну, блин, ну ты... Ну, прям мешает. Так, поэтому насчет неправоты охранника, знаешь, я не судья, но вот чисто субъективное мнение, да, и по бизнес-процессам. Я бы с этим охранником лично бы поговорил, потому что это неправильно. Хочешь предъявить обвинение, будь любезен чеши в средственные органы или в суд. А вот, если ты уверен, вызывай полицию. Если хочешь на месте решить, докажи мне, что я украл. То есть скажи, да, у меня есть доказательства, видеокамера, есть видеонаблюдение. Вот вы положили в сумку, вышли за расчет на кассовый узел, таким образом вы совершили кражу. Я сейчас буду вынужден там и так далее, и так далее. Так, Саша Рудков, особенно меня удивляет работа ГБР. Мы на транспорте тестили тревожную кнопку. Это было, конечно, я издумал всего проснуться, одеться не спеша. Ну-ну-ну-ну, Саш, здесь по поводу ГБР, понимаешь, ну, согласен с тобой, да, это отдельно. Так, ребят, подождите, мне в отдельном. Павел, хочешь, я дам слово, Павел, поговоришь, скажи, ну, напиши. Блин, ну почему нет-то? Да тут и не диспут на самом деле. Нет, я же говорил, это такой чат сегодня, такой стрим, он такой домашний, поэтому... Звучит как угроза. Так, заявка через полтора до смерти бизнеса. Хорошая налога. А если в офисе... Так, ребят, есть еще вопрос, только отдельно, почему-то не в чате. Если в офисе СБСник подходит к коммерсу и говорит, ты украл, то же самое, и ничего не показывает, предлагает на полиграф. Ну, на мой взгляд, Игорь, это тоже трэш. Ну, реально. Когда... Вот смотрите, давайте так. Я могу сказать только за себя, только за ту структуру, которую возглавлял я. Чтобы у меня подходили к коммерсу и говорили, ты украл... То есть, что, Игорь, я не совсем понимаю, что имеется в виду под словом коммерс. То есть, если это мой менеджер, вот, это одно. Если ты имеешь в виду подрядчика, это другое. Я полагаю, я, наверное, не ошибаюсь, что ты имеешь в виду все-таки менеджера, то есть, который у меня в подчинении. Ну, условно, да, то есть, как бы, который... С которым мы работаем. Слушай, на самом деле, хороший вопрос. Вот. И здесь тоже есть определенный субъективизм. Но просто так вот менеджера на полиграф тащить я не вижу смысла. Вот откровенно скажу. Вот по себе скажу. Я бы, например, поступил по-другому. То есть, сначала проверяю все бизнес-прод. Ну, я это, как бы, вот, в каждой своей статье, в каждом своем подкасте... Павел, да я понимаю, понимаю, я шучу. Как бы, не обижайся. Вот. А в каждом своем подкасте я говорю следующее. Ребят, безосновательно обвинять – это портить свое реноме, свою карму. Вот почему? Потому что на хапок вот эти палки, да, пресловутые зарабатывать для, не знаю, для показания своей работы, для меня это, ну, бред на самом деле. Это не совсем хорошо, это вредит бизнесу. Почему? Потому что вот таким вот образом я буду менеджеров вычмаривать, да, получается. То есть, я буду кошмарить бизнес. Я видел такое. Я с таким не работаю. Это вредит бизнесу конкретно, потому что менеджеры будут просто убегать с работы. Они скажут, да нафиг мне надо в этой конторе работать, там он безопаснее, идиот. Он всех таскает на полиграф. Вот. А я как бы нервничаю, то есть, у меня нет полета фантазии. Что такое менеджер, да, если он продажник, там, или еще. Ну, во-первых, это, скорее всего, наверное, даже больше творчество. То есть, он творит, он находит новых людей, он знакомится с ними, он с ними обязан коммуницировать. Он с ними, в конце концов, пиво должен иногда пить, да. То есть, я такое тоже видел, это тоже работа. Вот. А если, ну, вот как бы я поступил, да, а я сначала бы проверил показатели по бизнес-процессам, как он работает. Если бы я увидел, например, да, что одной из компаний отдается предпочтение, причем она, допустим, у него условия хуже, вот, то тогда, вот тогда, в принципе, я бы опять же поступил. Это до полиграфа. Я бы пригласил менеджера, ну, не сам, а дал бы задание, да, как бы людям, кто у меня работает. То есть, они поговорили бы с менеджером, сказали бы, уважаемый, присаживайся. Да, вот смотри, вот у тебя есть бизнес-процесс такой-то, такой-то, такой-то. Окей, принимается? Менеджер отвечает, принимается. Давай посмотрим, как ты по нему работаешь. Вот объясни нам, почему ты вот этим выделяешь, отдаешь предпочтение, а не вот этим. Покажи нам по динамике работы, ну, по условиям. Объясни, ну, мы хотим понять. Я бы не тыкал в него паяльником, а говорю бы, объясни, вот, с точки зрения менеджмента, почему ты отдаешь предпочтение вот этому контрагенту. И у нас что получается? Ответ менеджер, ответ менеджер, ну, фу, господи, сейчас, ребят, подождите. Разволновался, тема такая. Мы можем представить, что нам ответит менеджер. Либо менеджер идиот, да, ну, откровенно, и он принимает, как бы, плохие решения для бизнеса, для того, где он работает. Либо он им нет на лапу. Вот что он ответит? То есть, на объяснение он может сказать, я идиот. Ну, нормальная позиция, понятно. Тогда, как бы, мы начинаем разговаривать с его руководителем. Смотри, у тебя работает идиот, вот он нам объяснил. Либо он говорит, ребят, я получаю откат. То есть, ну, нам работать с идиотом не очень хорошо. Если он получает откат, ну, то, как бы, он нарушает вообще корпоративные все правила и так далее. Вот, на мой взгляд, это вот так. И ведь это, на самом деле, это же легко и просто. Ну, я согласен с тобой, да. Игорь пишет, мы просто обсуждаем аналогию с магазином. В магазине оно как-то очевиднее. В офисе начинаются танцы с бубном. Слушай, всегда начинаются танцы с бубном. И в магазине тоже начинаются танцы с бубном. Там находятся люди, которые говорят, слушай, да он же хороший парень. Он хороший парень, он такой умный и так далее. Вот. И в офисе такая же ерунда. Только, понимаешь, какая штука? Я, например, чтобы избежать таких танцев с бубном, я всегда взаимодействовал с бизнесом. С теми же самыми руководителями менеджеров, функциональными руководителями и так далее. Я вам говорил, ребят, смотрите, вот то, что он нам рассказал, вот его показатели. Принимайте решение. То есть, ну, что вы хотите? Вы хотите, чтобы у вас и дальше вот эти показатели сыпались вниз? Или вы с ним переговорите? Ну, уж если, конечно, он сказал, что, ребят, я беру откаты. То есть, ну, какой разговор, Игорь? Мы с тобой понимаем, что как бы это тоже не дело, да, когда человек откаты берет. Хотя тоже можно понять, почему, если у него там проблемы какие-то, там еще что-то, ну, пусть расскажет. Но если он, как сказать, если он шикует, да, там, определенными образами всякими, а это не скрывает, ну, это уж тоже как бы перебор, на мой взгляд. Вот. Несмотря на это, да, вот я опять же статью писал, и вы, кстати, тоже ее брали, статистику с этой статьи. Ну, ты посмотри по 204-м по коммерческому подкупу, да, какая статистика по стране. Мы с тобой, конечно, схлестнулись, там, копьями, да, вот по этому поводу. Вот. Но я все-таки остаюсь на своем. У нас не рабочая эта статья-то, не рабочая. Не потому, что там кто-то откаты берет, а потому что, в смысле, не откаты, взятки берет там с потенциальных тех, кого надо в тюрьму сажать. Слушай, не просто, вот Игорь мне пишет, так может как раз в офис тоже полицию вызывать. Слушай, есть определенные вещи, они внутри корпорации происходят, да, вот, а реально, как бы, по итогу, да, по итогу в полицию вызывать. Если состав преступления виден, а как по-другому? Брать на себя полномочия полиции, ну, это грешно. Это потом тебе же вылезет. Зачем это нужно? И корпорация это навредит. Ну, я имею в виду компании. Брать на себя полномочия полиции ни в коем случае нельзя, потому что это вылезет боком, и это будут имиджевые потери колоссальные. Если есть что-то конкретное, предъявляйте на месте, согласен, ну, согласен. Если есть конкретное, вот, о чем я и сказал, только, видишь, я тебе сказал это с точки зрения законодательства, как это не повредит компании, не повредит менеджменту, как это можно вписать в работу компании, в работу СБ, скажем так, ну, не бирюзовой компании, но все равно, вот, но если, видишь, опять же, вот, давай так, расскажу тоже историю. В свое время безопасникам у них KPI было написание заявлений в полицию, ну, количество. Что получалось? Есть недостача, он просто пишет, значит, у нас украли и заявление в полицию. Что полиция делает? Отказывает. В результате полиция сказала, ребят, вы убирайте этих идиотов, потому что они нас завалили заявлениями, никаких недоказательств, ничего нет, как бы, да, там, присвоение растрата, по идее, на складе, но вот и что с такими делать? То есть, заявлений куча в полицию, а менты отработать не могут, не могут, потому что им не предоставляется одна бумага, вторая, им справка об ущербе не дается, то есть, это работа на ноль, на корзину, а безопасник молодец, я же пишу заявление в полицию, я же вообще красавчик, вот. Организация постоянной недостачи. Так, друзья, еще вопросы. Так, проверка один, обвинение другое. На такой вопрос можно получить ответ. Отвечаешь, а если нет, зарплату отдашь, и сотрудник думается, мне уйдет, тихо, молча. Слушай, нет, ну, тут, это Виталий задает вопрос, даже не вопрос, а просто комментирует. Ребят, здесь в каждой избушке свои погремушки, реально, то есть, советов давать бизнесу, как вот здесь поступать, это только за деньги, честно. Потому что сейчас на общее, да, что-то, какой-то совет, да, а в этой организации совсем все по-другому. Ну, и потом я буду крайним, даже морально не хочу этого. Так, главное не предъявлять, а кому предъявлять? Зачастую нужно это делать руководителю компании, и все, в основном на этом конец истории. Наверное, ну, не руководителю, наверное, менеджменту вот этого ЧОПа, если мы сейчас ЧОП имеем в виду. Вот. Так, друзья, ну что же, мы обсудили это. Еще комментарии какие-то есть? Так, я этот коммент оставил в той теме, что человек, которому... Блин, Виталий, так пишешь, как понять. Я этот коммент оставил в той теме, что человек, которому он может быть сильный, достаточно, что сморщить ССБ сам. Ага. Ну, да, согласен. Ну, люди разные есть, да, и вот, например, Петра, попробуй, где он... Нет, Павла, Павла, попробуй сморщить, да, как бы он одним знанием закона, как бы, за пояс заткнется. Павел, это комплимент. Так, друзья, ага. Ну, нет, это ответ, как бы, несерьезно, не пойти бы вам. Ладно, то у нас получается, что я зачитываю здесь, как бы, на камеру вопросы. Не совсем хорошо, ребят, хотите вопросы? Ну, может, кто-то хочет вслух что-то рассказать? Как я понимаю, у нас Павел не может, он в компании, Виталий не может, он в компании. Друзья, кто-то, кто-то хочет вслух задать вопросы? Юрич пропал, Саша пропал. Ладно, тогда я, значит, перейду к другой теме. А тема следующая. Сегодня я сделал публикацию, вот, а публикацию сделал, очень интересная штуковина. HeadHunter, это к стриму с девчонками из Точно.com, это рекрутинг-сервис, новосибирское агентство. Мы с ними в партнерах, очень интересные ребята. Вот, и мы с ними проводили стрим, и тут вот как раз перекликация, HeadHunter недавно сделал видео, видео-визитку. И я имел общение уже с людьми, которые записывали эти видео-визитки. И сегодня я сделал публикацию вот по этой теме. Ребята, это действительно, как бы, такая штука интересная. То есть, прежде чем я написал по пунктам, я, естественно, их спрашивал, почему? Вот. Почему написать на листке короткий текст о себе? Вот, они говорят, потому что минута, вот в минуту уложиться, вот, ты начнешь путаться. Поэтому тебе надо сначала проверить. То есть, ты сначала пишешь текст, зачитываешь его по секундомеру, по телефону включаешь. Говорит, вот мы зачитывали. Причем надо делать это с выражением. Вот, зачитываешь, проверяешь, влез, не влез. Если не влез, значит, а ведь надо краткую информацию. Кто вы, опыт, достижения, почему именно вы. То есть, ну, надо что-то такое, чтобы вот этот рекрутер или менеджер HR, чтобы и зацепило это. Соответственно, надо вложить эту информацию, то есть, еще артистизм, еще что-то включить. И вот эту информацию преподнести. А минута – это немного. Это вот не то, что я сейчас с вами сижу, да, и разговариваю. Минута – это очень мало. Ты за эту минуту должен рассказать о себе, да, определенные вещи. То есть, каким-то образом понравиться, показать свой опыт и так далее. Это очень сложно. Вот, и что получается? Люди, которые рассказывали, то есть, написали текст, вот, зачитали, не влезло. Начали переписывать. Переписали, получилось по-идиотски. Начали опять переделывать. Короче, сидели, полчаса писали о себе только текст. Окей, написали. Дальше. С секундомером вот как бы, да, все проверяли. Вот, ну, мы тут сразу как бы первый пункт, второй пункт, третий пункт пропускаем. Теперь что получается? Надо выучить текст. Почему выучить? Потому что, когда, говорит, мы записывали, у нас, если ставишь его перед собой, листок, видно на камеру, что ты читаешь. То есть, у тебя глаза в одном месте. И не получается у многих. Вот, кстати, просто попробуйте, друзья, вот просто попробуйте прочитать что-то с выражением. Вот реально берешь и читаешь с выражением, но вот читаешь то, что у тебя написано какой-то текст. Это мука. Это реально тяжело. Вот. И, ребята, мне говорили, нам было тяжело. Нам пришлось учить. Учить не в свойственной манере, потому что тебе приходится говорить быстро. Это сложно. Начинаются путаницы. То есть, реально, ты когда записываешь этот ролик, а теперь давайте представим дальше. То есть, ты одеваешься так, ну, чтобы как бы нормально смотреться на камере. Дальше. Ставишь этот самый, господи, свет там, фон какой-то, да, фон тоже надо найти. Если ты на фоне кухни, у тебя чайники, это будет не совсем хорошо смотреться. Если с тобой рядом код, это тоже нехорошо. Надо выбирать какой-то однотонный фон, там еще что-то. Хорошо у меня, как бы, да, вот есть стена там вот эта вот такая. А у кого-то этого нет. На фоне окошка тебя засветает. Еще что-то, какие-то тонкости такие. Поэтому тоже надо. Это тоже еще полчаса минимум. Освещение. Освещение надо падать. Хорошо меня вот как бы Иван, да, мой партнер, он научил, как ставить освещение. Вот, а то я тоже на себя направляюсь. Ты же весь там блестишь, там еще что-то. То есть, ну, некрасиво. Вот. Дальше. Записать. Вот это следующий пункт, там, восьмой. Записать видео и показать критикам. То есть, реально, когда ты записываешь, да, вот ребята мне говорили, кажется, что вроде все нормально. Но ты чуть-чуть растянул слова или паузу, ты вышел за время минуты. Все, ролик не влезет, они говорят. Значит, сократил, окей, помарка какая-то там, ну, кашлянул, там, слово как-то сказал. Смотрится не так. И критики тебе, тебе кажется, что вроде нормально. Причем, кстати, тоже особенность интересная. Это тоже мне Ваня рассказывал. Оказывается, камера зеркалит, да. И у нас, почему я в свое время как бы начинал, когда смотреть вот эти интервью, которые мы делали, я не мог смотреть, потому что стороны меняются. Стоит только отзеркалить видео, оно нормально идет. Ты смотришь его как будто ты в зеркале, да. Как только ты его берешь вот обычно, я не могу его смотреть, потому что все равно там есть возрастные изменения, еще что-то. И стороны по-разному меняются у лица. Почему эти звезды говорят, что есть там какая-то рабочая сторона, не рабочая. Интересная тоже штуковина. И вот, о, Эдик, привет. Индейкин Эдик, коллега тоже. Вот, и вот это вот видео, записываешь когда, да, почему, хорошо, если у тебя будут помощники, операторы, кто тебя будет записывать. Они могут сразу тебе сказать на какие-то ошибки, и ты не будешь делать. Ребята делали 40-50 дублей, когда снимали. Можете себе представить? Это с подготовкой. Это реальная штука такая, очень своеобразная. Конечно, можно на, как сказать, на просто так сделать. То есть записать там селфи какое-то, но оно, мне кажется, не зайдет, не будет интересно. Ты можешь ошибаться, еще что-то. Но ты же показываешь себя, то есть как бы. Вот. Поэтому здесь такой кейс там интересный. Вот. Вот такая вот новость, которую я хотел обсудить, она такая тоже мне понравилась, вот с HeadHunter. И как раз она перекликается вот со стримом с ребятами из Точно.com. Кстати, собираюсь с ними еще пообщаться на камеру. Я посмотрел, очень много обратной связи было именно по моментам, связанным с HR. Вот. Я удивлен был, потому что, ну, действительно, к ним резюме очень много прислали. Вот ребята, подписчики с канала. Вот. А здесь тоже интересно. С ними, когда начинаешь общаться, интересно. И обратной связи много. То есть я понимаю, что полезно. Вот. Поэтому все-таки я планирую еще с Точно.com еще пообщаться. Так. Вопросы. Вот, Павел. Это комментарии. Думаю, что за видеорезюме будущее сэкономит кучу времени. Надо будет проводить первичное собеседование. Потому что иногда бывает так. Заходишь в переговорку и сразу хочется выйти. Понимаешь, какая штука? В видеорезюме камера не передает тебе другое. Она не передает вот что-то более внутреннее, да, то есть энергетику какую-то. Это, опять же, на видео. В видео можно роль. Ну, давай возьмем актеров, да. Вроде. Вот про Артура Смоленинова я делал пост. Ну, потому что, ребят, не могу политики не касаться. Вот. Артур Смоленинов вроде играл в девятой роте и так далее. А такие сейчас выдают вещи. То есть это же вообще, ну, вот, очень сложно не эмоционировать. Вот. Поэтому заучить можно все что угодно в видеорезюме. Но, когда ты общаешься с человеком, когда проверяешь его скиллы, ты же берешь к себе человека в команду, да, с которым тебе ни один пуд соли придется скушать. Соответственно, как бы, все равно с ним надо общаться. Вот. Он заучил на видео, да. То есть вот я сейчас, у меня стихотворение одно, как бы, не с детства, там, когда логопеда нанимали сыну. То есть я заучил стихотворение вместе с сыном. Я до сих пор его помню. Я сейчас его могу в любом состоянии рассказать, это стихотворение. Но это не значит, что я стихоплет или поэт, или артист. Вот. На собеседовании можно играть. Да, я с тобой согласен. Но понимаешь, какая штука? Вот попробуй со мной поиграй на собеседовании, если я вот в теме, да. То есть вот как ты решал вопросы такие-то, как ты решал вопросы такие-то. Я же беру к себе в команду, подчеркнуть, да, вот я, я же, то есть это не собеседование с HR, это собеседование уже, как бы, вот, в свою функцию я беру человека. Как ты со мной сыграешь? Да не сыграешь ты, потому что я в курсе этой темы. Мне нужны, как бы, мне нужны помощники, мне нужны члены команды. Ты со мной не сыграешь. Я сразу пойму, ты в теме или не в теме. А если, как бы, руководитель не может этого понять, ну, вопрос к руководителю. Так, Виталий пишет. Я работал фотографом. Блин, кем ты только не работал? Ты вообще во всем, ты в пятерке в этой, в теме, в аренде в теме, то есть, красавчик. Я работал фотографом, по факту могу сказать, лучше заплатить людям, и они тебе сделают по аналогии с анкетой Тиндера. Я, слушай, я слышал Тиндер, не знаю, что тут такое. Так, Владимир, можно голос немного поясню, так сказать, за все. Ну, если тебе удобно, давай я тебя включу, потому что мне надо, как бы, еще тут вопросы от Игоря упали, и мне надо... Так, ага, все, включаю, Виталий. Пожалуйста. Виталий, говори. Раз, раз. Слышно? Раз, слышно. Да, добрый вечер, коллеги. Как сказать, сразу быстренько и кратенько. Обо всем, да, первая история, первый кейс обвинения в офисе. Вот у меня была реальная ситуация. Прямо на директорате предъявили, грубо говоря, большому директору, директор по безопасности. Знаете, чем закончилось? Вот коммерческий, так сказать, человек просто дал в лицо директору по безопасности все, там, потеря репутации, как бы, ну, доказать тоже не было возможности. А потом еще после работы господин директор, как бы, очень сильно получил от неизвестных лиц, как бы, в общем-то, еще что-то предъявлять с тех пор он уже побоялся, я бы так сказал. Поэтому нужно всегда понимать, да, что часто у этих людей серьезные деньги, серьезные доходы. Ну, и, как бы, готовы ли вы на такой уровень? Я думаю, не везде, не каждый на это готов. Стоит, как бы, это все, пускай, взвешивать. Подожди, Виталий, я перебью тебя. Меня слышно? Поясни еще раз. Я упустил. Я понял, что кто-то кому-то дал в табло, но вот, и это связано с бизнесом. Прости, еще раз, пожалуйста. Был директорат. Был директорат. То есть присутствуют все топы. Директор по безопасности. Подъявляет, ну, скажем, коммерческому директору, да, что называется, без лиц. Вот. И тот, как бы, просто встает и прописывает ему. Все, как бы. Слушай. Понимаете, какая штука? Я в свое время помогал ребятам с бизнесом. Это бизнес был в деревне Угольжечь. И там вот тоже определенный контингент. Один из них звался директором по углю. Второй звался директором по ГСМ и так далее. Ну, понимаешь, к чему я, да? Люди разные. Люди разные. То есть, если у них такое взаимоотношение, это их проблема. Вот. Если они называют себя топами, это круто. Но вот знаешь, чем топ отличается, ну, как бы, от обычного менеджмента? Ну, вообще, вот твое мнение какое, скажи. А я свое скажу. Ну, в моем понимании, если касается, скажем так, бизнес-процессов, да, там, какого-то, я все же считаю, что топ – это человек, да, который собой представляет команду, да? То есть, это некое такое полуфеодальное дворянское звание, да, которое там подчеркивается не только там реноме функционалом, да, но и как бы определенной группой людей, которые за собой идут. Мое мнение такое. Ну, если позволишь, я тогда скажу. Хорошо, что ты не ушел в деньги, то есть, не сказал, да, слушай, топы от нетопов отличаются зарплатой и нулями. На самом деле, вот мое мнение, да, я не знаю, я не смотрел по бизнес, так сказать, практикам, как они отличаются. Я просто знаю, что если есть у тебя, то есть, топ должен принимать решение, основываясь на, не только на информации, которая поступает, но в том числе и на интуиции, которые у него есть из предыдущих, там, воплощений, жизни, опыта и так далее. То есть, опять же, оцениваешься, да, и получается, что у тебя ты примерно представляешь, где меньше риска. Вот в чем отличие. Отличие в ответственности, в ответственности принятия решений, иногда, как бы, таких вот быстрых, очень быстрых. Вот, на мой взгляд, это разница от обычного менеджера и топ-менеджера. Но, опять же, если мы берем деревню, где жгли уголь, да, то есть, там, как бы, ну, назвал ты его топом, но он просто меньше бухает, как бы, вот и все. Я сейчас пытаюсь шутить. Логика в этом есть, но это, кстати, не отменяет вот этой ситуации, да. То есть, чем выше уровень проблемы, да, тем больше авторитарности необходимо для ее решения. Авторитарности, которая часто, например, у СБ отсутствует. Слушай, это отсутствие культуры, мне кажется. И, опять же, ну, вот я подчеркиваю, что почти в каждой публикации я говорю, что, ребята, у нас нет, как сказать, у нас нет культуры службы безопасности. У нас бизнес не знает, что это такое. До сих пор мы обсуждали сколько раз в чате, да, когда мы видели, когда ищут на безопасника, прям вот дословно, решение всех проблем. Там, значит, там, вплоть до того, что незаконными, там, способами и так далее, там, иногда пишут, там, чуть ли не прослушка, пронюшка и тому подобное. Это бизнес нанимает. Бизнес это хочет. Почему бизнес, как бы, это хочет? Потому что в свое время он пришел в 90-е, как бы, и он считает, что он может купить все. Сейчас отнюдь это не так. Ну, вот, я уверяю. И что получается? То есть, бизнес получает, он ищет, как бы, он находит кого-то, только это временно. Потому что, если грамотный милиционер, ну, там, бывший, да, сотрудник полиции, он прекрасно понимает, когда он к такому человеку попадает, его сольют в первую очередь за незаконные вещи. Он посидел, акклиматизировался, посмотрел, говорит, ну его нафиг. Вспомни ЮКОС, пожалуйста. Ну, там тоже, как бы, ребят набрали, бюджеты огромные, разрешили делать все, что угодно, а потом все поехали вместе. Зачем это надо? Где сейчас кто? Кто-то носки вязал на тюрьме, да? Ну, нет уж. Ну, да, это все такая пограничная история и, там, безусловно, так сказать, механика действий в полностью белом, например, бизнесе, да, с культурой как бы одна, да, то есть, ну, там можно наткнуться тоже просто, скажем так, на ответные какие-то предъявы, да, вот, ну, менее агрессивные. Но тематика все равно останется, то есть, действительно, если ты что-то предъявил, не дай бог не так, да, то это все. Геймоер, что называется. И по факту предъявлять нету смысла лицу совершившему, да, решение все равно всегда, там, генеральный директор, там, учредитель принимает. Ну, и нередко их устраивает. Слушай, я вот, например, за коллегиальное решение, вот честно скажу, потому что, ведь, даже будучи, работая в погонах, да, я прекрасно понимал цену своих решений определенных. Вот, они, они влияют на судьбы, на жизни, да, когда-то, особенно в погонах, да, распоряжаясь людьми, это очень ответственная вещь. То есть, немало седых волос появляется у тебя, когда ты начинаешь, и ты же подменяешь собой судью. Ну, то есть, судью не в том плане, что в мантии, да, как бы, и вот, приговоры, а судью, да, то есть, высший суд, скажем так, то есть, ты судишь людей, а это уже как грех. Поэтому здесь очень-очень надо, как бы, аккуратно, вот, а в бизнесе это и совесть тоже, и о компании надо думать. Здесь еще, вот, если возвращаться, опять же, к коммерции, я думаю, стоит нам упомянуть вот этот кейс, такой, знаешь, своеобразный, под названием, ты вот тоже об этом говорил, в принципе, очень такая хорошая, вдохновленная мысль. Вот есть у нас жулик, вот он там что-то прикарманивает, какие-то цифры, условно, да, ну, вот, например, если брать склад, да, или логистику, например, есть бюджет логистики, да, 10 рублей, вот он что-то там подмучивает, но он в бюджете, значит, бизнес устраивает, что бы ты там не предъявил зачастую. Они скажут, что он в бюджете, у нас все нормально с отчетностью, мы нормально считаем, у нас все отлично по бизнес-плану, ну, как только не уложится, ну, тогда достанешь свою папочку. А для этого, как бы, извини. Ну, есть такое, опять же, опять же, пример жизни, как ни крути. Есть у меня, в свое время работал с людьми, у них производство было. Я говорю, слушай, ну, у тебя вот токарь, он бухает. Ну, как бы, это, ну, не дело, потому что он может там пьяный там, он говорит, слушай, вот смотри, давай так, хорошего токаря мне не найти. Этот бухает, я, говорит, его поймал, наказал, он, говорит, у меня две недели там работая там без зарплаты, потом срывается. Я, говорит, все уже знаю там, ну, этот принцип не навреди. Этот принцип, знаешь, он такой тактический на самом деле, потому что, давай так, попала у токаря под мухой, да, рука в этот, в патрон. И это что у нас получается? Это у нас инвалидность, это у нас там одно. Второе, уголовное дело в отношении директора за несоблюдение правил техники безопасности. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть куча проблем. Он об этом не думает. Это раз. Второе, подстраховка. Токарь, я, конечно, ничего не хочу сказать, да, но вот он выпил что-то не то, потому что там уровень определенный. И что у нас получается? И у нас пропал токарь совсем. А он не подготовился, у него другого нет. Он никого не обучает еще. То есть, с одной стороны, это да, ну, можно как бы, как временная мера, да, как заплатка, да, вот ранка у тебя есть, ты вот ее стянул заплаткой какой-то, но тебе же все равно лечиться надо. И в данном случае тоже. То есть, ворует у тебя человек какие-то цифры, да, можно закрывать глаза, он талантливый. А с другой стороны, давай, если вот копнуть подальше, причина следственной связи, ведь все равно же весь бизнес, да, он же все равно друг от друга зависит. То есть, все, все KPI друг от друга зависят, если это серьезный бизнес. А если это мелкий бизнес, тогда ему, ну, действительно, как бы, может и заморачиваться не надо. Вот, но это вот градация бизнеса такая. Так, вопрос от Игоря. Володя, почему HR перед СБ всегда молчит при увольнении по ходатайству СБ? Нет позиций своей, просто сливаются. HR перед СБ всегда молчит? Опять же, по себе могу сказать, только по себе. То есть, не хочу говорить, как в других компаниях, ведь на самом деле, где-то СБшник такой, как сказать, авторитарная и абьюзерская личность, да, модное слово использую. Где-то СБшник коммуникабельный и понимает, как бы, что нужно бизнесу. Где-то СБшник, как вот сейчас Виталий привел пример, ему в табло зарядили, так сказать, на корпоративе, да. То есть, я считаю, что вообще никакого авторитета нет ни у СБшника, и отношений межфункциональных нет. У меня всегда было наоборот, то есть, мы общались всегда. В первую очередь, с HR-ами мы общались, потому что мне интересно было, как люди, откуда пришли, почему такие, то есть, как раскачать их там, скиллы, еще что-то. Вот, опять же, я не лукавлю, ребята, у меня одно из самых первых интервью, вот здесь на канале, да, мы сделали с Сашей, с Сашей Фирулевым, мы с ним общались, это вот наш с дивизиона был HRD. Вот, вот, пожалуйста, уровень. Как бы он с удовольствием пришел ко мне на канал, ну вот, и мы с ним записали прекрасное интервью, одно из самых просматриваемых интервью тоже, оно тоже полезное. Вот, поэтому это везде, везде, везде по-разному. Вот, и молчать при ДСБ. Нет, я работал, Игорь, спасибо за комплимент, ты работал в каких-то правильных компаниях. Нет, Игорь, я работал в той же самой пятерочке, в которой работает большинство людей. Просто у нас команда была, мы знали, к чему мы шли, мы были одним из самых первых. У нас лидер был хороший, мне повезло работать в команде Матвеева. То есть, в чем повезло? Он не мешал. Вот, вот это самое главное достижение. Он, он понимал, он, ну тоже, да, вот, вот мы когда общались, да, вот этот ролик тоже, который вот очень-очень хорошо зашел. Не компании правильные, мне кажется, люди правильные. Вот, вот от этого надо отталкиваться. Если у тебя команда хорошая, лидер у тебя хороший, то работать одно удовольствие. Прям на работу хочется идти, да, хочется свое время тратить, силы там и так далее, чтобы каких-то целей каких-то достичь интересных, да, себя вырастить, да, людей вырастить рядом с тобой. Ведь у меня были люди, которых у меня забирало управление. То есть, вот мы с ними росли, а потом ребята приходили, говорят, слушай, у тебя специалист классный, дай нам, пожалуйста, его. Я, как бы, ну вообще не вопрос, да, у человека карьерный рост и так далее. На меня многие говорили, ты дурак, что ли? Зачем ты? Ну, как бы, у тебя же, вот смотри, человек ушел, хороший человек. Как ты-то будешь работать? Я говорю, смотри, ну, я человека поднимаю, да, то есть, я даю ему возможность вырасти. Он все равно мне поможет потом. Вот и все, так и получалось. Поэтому здесь не компания, наверное, важна, а коллектив, наверное, важен, да, вот так. Виталий руку поднимает, отлично. Виталий, руку поднял, говори. Да, обязательно. Хотел тоже пояснить на вот эту тему. Вот как раз вообще не везде есть специалист в коммерции, именно по кадровой безопасности. У нас коллеги часто приходят, и для многих это просто проверка, да. То есть, для многих это реально просто некая проверка, там, посмотрел ФССП, посмотрел, там, какие-то фирмы, там, условно говоря, там, поставил, там, его ННН-ку на мониторинг, и плюс-минус все, да, то есть, часто СБ не взаимодействует, там, с коллективом, еще что-то. Вот, например, расскажу вам интересный такой лайфхак, может быть, коллеги постарше не знают. Вот устраиваетесь, да, там, какую-то свою компанию, делаете в Телеграме группу плетник компании «Ромашка», и раскидываете с анонимного номера, там, приглосы своим сотрудникам. Там, послезавтра вы будете знать, что происходит в вашей конторе, что называется, на всех уровнях. Вот. Ну и касательно, там, девочек в HR. Ну, как бы, мы часто тоже вот что-то требуем, как будто от наших коллег из органов, да, то есть, там, кадров из сотрудников, там, и так далее. На самом деле, девочки-то часто, они не знают. Вот у меня уволился HR в компании, перешел в другую. Крупная компания, правда, запчастям оборот, там, под 50 вердов, грубо говоря. СБ нет. СБ нет. Вот. И там девочки сами такие проверяют, к ним приходят, там, обычные люди, там, на склады. Они такие, блин, а что же делать? Вот, а как нам там что-то проверить? Ведь они часто у них, вот, полномочия у многих замкнуты на узкий сектор именно подбора. Они нередко молодые. Они не особо разбираются в людях, в принципе. А есть еще моменты с трудовым законодательством и так далее. Они часто не взаимодействуют с кадровым документооборотом настолько плотно. Они не все знают вот эти все трудовые нюансы. Трудовые договора часто, а есть разрыв в том, какие трудовые договора составляются. Как прописываются должностные. Вот у меня бизнес такой сероватый, да, то есть фармсектор, госзакупки. Ну, все понимают, да, что там уровень коррупции, он заоблачный в этой сфере. Естественно, все происходит, скажем так, на некой грани. Да, там часто есть определенные претензии к сотрудникам и так далее. Как бы, вот у меня там определенная система действий, тоже сейчас реализую, потом с вами поделюсь, если заработает, так сказать. Такого еще ни у кого не видел. Посмотрим, что будет. Вот. И, как бы, когда возникает какой-то кейс, вот самый реально смешной, вот недавно был кейс, условно говоря, по харассмингу. Четыре сотрудницы заявили о том, что их домогался в той или иной степени их руководитель. Причем взяли, и так как сфера узкая, вспомнили даже, а вот мы с ним работали пять лет назад, и там он меня домогался. Тетенька шестидесяти лет. Ну, как бы, вот домогательство, если, извиняюсь, руководитель сказал, что, вот, дорогая, у тебя функционал, который мне не нужен. Либо у тебя появляется дополнительный функционал, либо, ну, мы будем с тобой расходиться и так далее, и тому подобное. Вот. И мы пытались там что-то, как бы, на эту тему, как бы, профункцифлировать и так далее. Там какие-то беседы человек говорит, да я пройду полиграфию. Как бы, никого не домогался, никого ни к чему не принуждал, как бы, извините. Вот. И какую позицию, например, мы хотим у Вичара? Вичар говорит, да, служебная проверка, да, мы его там сейчас стояли у двери, у двери, а это был руководитель, и засекали, вот сейчас у него рабочий день, там, в десяти часов. Он опаздывал там на полчаса, приходил и говорил, ребят, у меня была встреча, ну, и как бы ты попробуй опровергни эту историю. И они стояли, аа, аа, ну, а, как бы, мы им поясняли, девочки, ну, вы что, ну, как бы, это смешно, ну, как бы, нас никто не слушал. А когда, особенно, чем выше позиция, там вообще, как бы, ну, смерть. И всегда сотрудникам, мне кажется, проще разойтись просто, там, полюбовно, соглашение сторон, там, заплатить деньги. Законодательство построено так, да, что если он недавно вас не парнул, то, как бы, все нормально. А был забавный кейс, страшный, но забавный, если не ошибаюсь, в Ригле, в аптечной сети, когда чувак после увольнения и определенных рамцов вернулся с ружьем. Как бы, что же мы хотим какого-то действия от сотрудников Ищана? Я думаю, вряд ли. Тут, как бы, нужно выходить со своими инициативами, да, делать свой собственный какой-то реестр, какой-то споринг, да. То есть, например, от меня однажды требовали определенный реестр лояльности, да, то есть, там, я вот расписывал, что, например, а вот Василий Анатольевич, там, устроился на работу с Петромином Кентьевичем. Ну, конечно же, вместе они ездят не только на рыбалку, и, конечно, работая на одной территории, безусловно, какие-то общие гешефты у них имеют место быть, там, в том числе и, возможно, с другими коллегами. И ты там вот это вот расписываешь, показываешь, делаешь потом матрицу рисками с кругляшками и относишь директора. И вот он уже там смотрит и сам думает, да, потому что спрашивать всегда лучше с какого-то старшего. И обычно это территориальные, региональные, да, руководители этих команд. Ну, и вот как-то по ним это строится, да, там, и через них выстраивается какое-то обычное давление и так далее. А сотрудники кадровых служб, ну, это не те люди однозначно. То есть на входе, да, там, на входе с ними пообщаться, там, уточнить, а как, где, кому, а где кто увольняется, там, по какой причине, а чего там девочки чай пьют, да, там, какой-то климат, скажем так, проверить, да, там. На этом все. И это целая область, на самом деле. И в каждой сфере, как бы, свои дела, да, то есть на производственных свои темы, да, там, в ритейле, там, свои. Масса нюансов. Безусловно, есть нюансы, безусловно, все бизнесы разные. И у HR, у них же есть, как бы, определенные процессы. Сколько, я не помню, там, 10, что ли, или 11. Вот, я не помню, тогда Костя в интервью называл, сколько у них там пунктов, да, то есть вот, чем занимается HR. Конечно, вопросы безопасности, HR, ну, мягко говоря, они не смогут доработать, ну, как бы они не хотели. Потому что, вот, у нас есть определенный... Почему я, опять же, да, почему я, опять же, топлю за бывших, да, сотрудников? У нас есть одна фишка, которую я не встречал больше других людей. Вот, как бы это ни звучало. Это сейчас ни в коем случае не такой, как сказать-то, то есть я не возвышаю одних людей над другими. Я просто знаю, что происходит определенное выгорание, когда ты работаешь в полиции, вот, и у тебя добавляются определенные свойства. И вот эти свойства, они бизнесу могут пригодиться. Поэтому я топлю за функцию, как бы, СБ, да, которая, да, есть, там, может быть, после каких-то погон, еще чего-то, да, но которая уходит в бизнес. Она может здорово помочь, если поменять башку немножко у безопасника. Тогда цены не будет, реально. А то, что наша СБ круче, чем СБ всего мира, я за это готов, так сказать, ну, просто ответить готов. Они не могут, многие вещи, то, что у нас там за границей, да, они их просто здесь, как сказать, они не могут там их внедрить, а мы умудрились их внедрить здесь. То есть мы пошли дальше, если правильно СБ. Вот, а что касается HR, ну, не знаю, я бы, я все равно бы работал с ними совместно, все равно все бизнес-процессы, все равно с ними надо решать, то есть с ними надо советоваться, потому что они разбираются в людях, они разбираются в том, кто как раньше работал, какие-то скиллы, да, то есть они могут собеседование построить. Конечно, если это HR нормальный. Вот мне попадались нормальные HR, мне везло, вот, с Костей мы работали, с Александром работали, с девчонками из пятерки работали, то есть, ну, прям золотой состав, мне очень нравилось с ними работать. Коммуникабельные, без гнили, и самое, что интересно, я не видел, чтобы они какие-то шкурные интересы преследовали. Так, ребят, наверное, все-таки надо заканчивать, потому что, условно, мы с вами час уже, вот, наверное, если сейчас вопросов не будет, смотрю, никто руку не поднимает, если никто руку не поднимает, я, наверное, буду заканчивать, вот. Спасибо огромное, что были сегодня, я не думал, что будет так много людей, вот, прям от души спасибо, было интересно, вот, я думаю, что мы все-таки с вами сделаем, я вот сейчас увлекся этим форумом, да, сейчас помогаю ребятам, и вот интересных собеседников там вытаскиваю, мы с ними делаем вот эти интервьюхи, те, которые, я считаю, что будут полезны, вот. Поэтому, когда форум закончится, мы с вами вот еще вот ведем в добрую традицию, вот так вот встречаться. Еще раз спасибо всем большое, рад был всех видеть, вот, и слышать, и спасибо за активность, друзья, всего доброго, всем безопасности.